готовлю добрый вечер дорогие друзья здравствуйте здравствуйте я только что осознал оказывается что уже в украине 8 часов вечера лучше поздно чем никогда замечательно ну что приветствую вас у себя в прямом эфире и сегодня анонсировал прямой эфир на тему чистого четверга на тему страстной пятницы субботы вообще что это за дни как желательно будет провести эти дни почему эти дни настолько важны как что они определяют для нас ну и хочу разделить котировку между тем что требует от нас христианский эгрегор непосредственно религия что от нас требует наша внутренняя душа наше внутреннее состояние это вера ну и поговорим о том чего бы правильно было сейчас сделать и к чему у нас наверное подталкивают эти дни на что они нас должны настраивать и какие внутренние понимания и осознание вы должны иметь внутри себя ну в первую очередь сегодня у нас чистый четверг это праздник я вас с ним поздравляю почему потому что это праздник когда мы можем очистить свою душу душу разум тело когда мы можем освободиться от негативных грузов от ненужных эмоций чувств ощущений которые мы с вами не всем какой-то определенный промежуток времени и этот день он пришел для того чтобы освободить нас вообще чистый четверг христианском эгрегоре он является таким последним рубежом последней границей когда мы можем ну поставить точку в своих согрешениях в тех негативных эмоциях чувствах которые мы могли принесли принести людям которые мы могли совершать самостоятельно по отношению к самому себе но собственно говоря сам день он нацелен на освобождение от ненужных эмоций обид страхов агрессии которая копится в нашей душе от ненужного мусора энергии лишних вещей которые есть нашем доме ну и с этим днем на самом деле связано очень много разных таких магических процессов потому что огромное количество очищающих ритуалов обрядов которые совершаются они как раз таки совершаются в четверг кто в теме тут знает что со среды на четверг готовится четверговая соль самый мощный самый сильный очищающий такой инструмент для практиков его очень важно делать ночью ночью до восхода солнца очень важно принимать душ ну а вечером днем очень важно очищать пространство мы с вами говорим в лунное затмение в полнолуние о том что нам необходимо освобождать наше пространство освобождать от чего-то старого от ненужного от какого-то хлама в чистый четверг но требуется это делать почему потому что поверим в пятницу в субботу мы уже не можем ничего делать канонически согласно религии четверг как такой последний день день когда хозяйки хозяева чистят свой дом делаю такую генеральную влажную уборку очень важно чтобы его делали с молитвой что вы его делали не знаю там солью я в этом году мне не удалось находиться дома для того чтобы убирать свой дом я сейчас нахожусь в арендованной квартире посуточно поэтому я ну у меня просто нет даже нету внутреннего такого позыва на то чтобы здесь что-то делать потому что это не мой дом но в прошлом году я это делал с молитва я ложил монеты в воду разбавлял его солью ну и делал такую зачистку если вы сейчас находитесь дома в своем родовом семейном очаге я попрошу вас это сделать очень важно чтобы вы сегодня занялись очищением вашего сознания тем подумали над тем как вы думаете как вы мыслите какие мысли приходят вашу голову что вы воспроизводите по отношению к окружающему миру и что вы несете внутри себя почему это очень важно суть заключается в том что очень огромное количество психологических проблем которые мы сейчас имеем а сейчас мы имеем на такое достаточное количество психологических проблем потому что согласно статистику которую мы видим на групповых динамиках психологических это повышенный уровень фрустрации это астенические синдромы это очень серьезное такое напряжение нервной системы это истощение физического тела это тревожное состояние это панические атаки и когда мы заглянем с вами в первый исток что стоит за этими ощущениями что стоит за следствием этих психологических состояний мы с вами увидим закапсулированные эмоции которые мы недопрожили которые мы не выпустили поэтому в этот день ну я для себя так вот решил что этот день сегодня был бы очень труд что если бы мы от них избавились избавиться от них можно очень просто очень легко вы можете включить медитация на очищение вы можете чистить себя свечкой вы можете заниматься практикой списывания вы можете да там визуализировать как вы снимаете лейки например как в моей медитативной практике на исцеление то есть очень важно чтобы вы сегодня побыли просто в осознанности на то что я очищаю себя рассказывать о том что каждому из вас нужно очищать не нужно не стоит почему потому что каждый из нас знает от чего нам необходимо избавиться какой негативный груст мы с вами несем и какие эмоции от каких эмоций привычек поступков нам нужно было бы уйти что касается страстной пятницы завтра очень интересный день и страстная пятница и суббота не являются днями скорби когда мы скорбим о распятии иисуса христа потому что в евангелии написано о том что в четверг после вечеря с апостолами после омовения иуда сдал иисуса христа за 30 серебряников после этого его ему вынесли приговор и его распяли пятница и суббота для истинных христиан всегда являлся днем днем траура когда мы находимся в молитвенном слове когда мы находимся в числах в чистых помыслах чувствах ну и безусловно в скорби о иисусе христе за то что он отдал свою жизнь на сегодняшний день у нас есть о ком скорбить у нас на сегодня же день в нашем сердце скорбь за наше государство за нашу землю за наших воинов которые воюют я прошу вас эти дни возводить молитвы хвалы по отношению к нашему государству по отношению к нашей стране к нашей земле сильной могучей земле молитва прощения точно также подойдут очень важно читать псалтери акафисты было бы очень здорово чтобы посетить посетили церковь я сейчас нахожусь в исконно католической стране здесь есть православная церковь мне сказали что субботу меня вроде бы туда отведут я сегодня посетил католическую церковь очень старый храм очень такой интересный но так как я не католик у меня нету внутреннего такого резонанса ну вот я прихожу туда то есть да я конечно молюсь я обращаюсь к богу и как бы вроде бы не важно в каком месте ты находишься самое важно чтобы у тебя был контакт с творцом у каждого свой творец но вот в католической церкви как-то знаете вот у меня нету такого дребезжания души но потому что я непосредственно принадлежу христианскому игроку поэтому собственно говоря как-то так но в субботу я вроде бы мне сказали мне вручат кулич паску вручат мне крашенки лерочка по моему смотрит меня лерочка я надеюсь на твои паски которые будут в субботу и собственно говоря с леры вот пойду пойду в православную церковь отстоять вечернюю службу что такое пятница пятница день прощения день когда мы должны извиняться день когда мы должны сближаться с родом день когда мы должны прощать день который на самом деле ассоциируется с таким с глубинным покаянием в первую очередь по отношению к самому себе вообще пятница и суббота они считаются самые строгие дни поста если вы знаете потому что они ну последние перед паской желательно вообще не кушать никакую пищу термической обработки это относится исключительно к людям которые постовали на протяжении всего великого поста этот пост я не постовал поэтому мне по факту уже не нужно постовать но кто очищал себя на протяжении этого дней длинного времени канонически пожалуйста сделайте это если вы не постовали что необходимо делать мы понимаем что христианский эгрегор сам по себе он несет действительно очень такую большую глобальную энергетическую машину потому что ну огромное количество людей подключены к нему поэтому я рекомендовал бы вам нацелить этот день на очищение своего организма и своего тела о чем я говорю ну в первую очередь мы говорили о смирении о молитве и о том что нам необходимо было бы да там простить прощение сближаться с родными и близкими но помимо этого задумайтесь да о том чтобы как будто бы наложить на себя аскезу опять же аскеза что такое аскеза это отказ от чего-либо что ну по моему мнению мешает моей жизни меня мешает моему взаимодействию с людьми мешает как-то да там моему организму и моему телу аскеза она всегда на самом деле абсолютно удивительным образом работает и сами для себя просто подумайте какую аскезу я бы хотел на себя наложить а чего я хочу сейчас отказаться в чем я хочу побыть смиренным для чего для очищения своей души вообще считается что проведенный четверг пятница суббота до пасхи это такие дни когда мы предопределяем степень нашей духовной гармонии и степень нашего духовного пути на следующий год то есть поэтому если мы будем праведными если мы будем чистыми на мысль чистыми на слово чистыми на действия на поступки на эмоции на мысли христианский эгрегор обеспечивает для нас счастливый год я его вам точно также желаю но в пасху безусловно мое пожелание вы услышите ну и убирать мы уже не можем убираем и только сегодня мне посчастливилось не убирать сегодня к сожалению суббота суббота это день подготовки к пасхи просыпаемся мы с молитвой вообще я когда езжу в монастыри абсолютно удивительным образом действует на нас утренние вечерние молитвы и я кто меня смотрит а смотрят меня не случайные люди сейчас потому что заходит каждый ровно на тот эфир и ровно тогда когда нужно слышать информацию которую нужно попробуйте вот сегодня перед сном прочитать вечерние молитвы у вас займет ровно 15-20 минут в пятницу и и субботу утром и вечером прочитайте утренние вечерние молитвы это то что будет вас очень мощно настраивать я вам даю такую практику которая называется программа дня если помните я посыпаюсь первое что утром делаю я позволяю своей жизни произойти трем чудом до сегодня и собственно говоря я себя как бы настраиваю на чудеса и вы когда будете читать молитвы пасха это исконно христианский праздник и праздновать его или светить куличи когда мы собственно говоря не имеем никакого отношения христианскому угрегору или не выполняем никакого действия но я тоже вижу бессмысленным поэтому для того чтобы придать чувства для того чтобы придать трепет души вот в этот удивительный день что-то сделайте для этого вот попробуйте например помолиться если хотите напишите если хотите я могу вам выставить прямо в телеграм-канале утренние вечерние молитвы но они в принципе не везде есть это общедоступные молитвы не есть на любом языке на каком только угодно почитайте эти молитвы они будут очень хорошо вас настраивать в субботу очень важно это сделать в субботу очень важно читайте акафи сладчайшему иисусу христу возносить хвалы иисусу христу ни в коем случае не ругаться субботу очень важно помогать бедным подавать милостыни заниматься благотворительностью ну вот что-то что-то предпринимать для помощи людям ну и собственно говоря в субботу мы уже готовимся к вечерней службы вечерняя служба в субботу считает перед паской считается одной из самых сильных потому что на этой это литургия вечерняя литургия называют на этой вечерней литургии читают плач делу марии это такое особое евангельское писание очень удивительное оно читается в середине оно читается в середине литургии и оно производит невероятный такой покаяние эффект покаяния очень серьезный вообще кто ходил на службу перед паской кто стоял эту службу знает что в этот день невероятно мощные такие вибрации ощущения в церкви если есть у вас такая возможность я прошу вас смиренно прийти в церковь и простоять литургию литургия будет длиться от 3 до 5 часов в зависимости от того какой храм просто очень часто в разных храмах ужимают сокращают сценарий ритуальный но в общем то если у вас есть возможность обязательно сходите потому что почему субботу потому что праздник пасхи с субботы на воскресенье иисус христос воскрес и вечернюю литургию уже христиане мы уже ее отстаиваем в субботу начинается то есть подготовка вот в праздник вечером суббота у нас происходит эта вечерняя литургия она происходит до полночи и после полночи начинает светить паски ну и когда вы уже святите пасхи это уже праздник мы заканчиваем с вами трау мы заканчиваем с вами скорбь по иисусе христе мы скорбили в пятницу мы скорбили в субботу иисус христос показал в чистый четверг когда он омывал ноги своим апостолом он показал свою смиренность показал свою любовь и показал свою доброту ну и собственно говоря мы восхваляем его за слушаю тесто замешиваю лера это нереально просто кайф я еще рекомендую я тоже пеп куличи в украине зажечь свечку и включить например псалмы вот в ютубе просто включи пусть они играют когда я только когда я закончу эфир в общем-то желаю тебе чтобы пасхи взошли невероятно будем с тобой в субботу и и так 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 и мы два дня скорбим о той фигуре которая принесла нам божью благодать божье знамя и теперь мы собственно говоря в субботу будем восхвалять его воскрешение то чудо которое совершил с нами творец сама по себе пасха это очень светлый праздник я не знаю я вот когда ехал у меня сегодня вообще с понедельника такие сложные дни потому что я в чужом государстве в новом для меня очень рано встаю поздно ложусь я вот когда ехал сегодня обратно в порт а я у меня было такой блин нужно дайте этот эфир а я вышел эфир а у меня какая-то такая минорная нота и даже не понимаю почему потому что такой великий праздник а мы а нам до конца не понятно как же его праздновать простите и это я свою проекцию на вас переношу в общем-то великие праздники мы должны этот праздник провести достойно в молитве хваления к богу и показать творцу что наши сердца открыты по отношению очень часто мне пишут в в директ том что сережа как восстановить связь творцом каким образом я там могу связаться с творцом каким образом я могу почувствовать свою душу дорогие мои вы должны понимать одну очень важную вещь связываться с творцом связываться своей душой очень глупо потому что творец и душа это есть семя каждого из вас часть каждого из вас является этим богом является вашей душой является вашим сверхсознанием высшим я и собственно говоря для того чтобы связаться с богом нужно обратиться просто к самому себе поэтому мой основной месседж на этот прямой эфир о том чтобы вы обернулись к самому себе сделали раскопку в четверг то бишь сегодня очистили себя от всего ненужного каждый из вас знает о чем вы должны очиститься честно поговорить с собой тяжело поговорить с собой возьмите попишите с собой тяжело писать с собой порисуйте сам собой в пятницу мы каемся субботу мы готовимся и помогаем и воскресенье мы начинаем праздновать потому что христос воскрес из мертвых христос воскрес из мертвых смертью смерть победил слова которые поются на литургиях пасхальных христос воскрес из мертвых смертью смерть победили а дальше две строчки я забыл вот но собственно говоря это все какие вопросы есть по празднику готова ответить вам ну и немножко расскажу о том где я что я на прошлой неделе принял решение я вам говорил перед этим за две недели до этого что я хочу уезжать сереже подскажите пожалуйста как правильно или как есть мы дети божьи или мы рабы божьи как часто в молитвах упоминается очень часто мы слышим такой вопрос и на самом деле во всех святых писаниях в божьем законе в библии в евангелии молитвах по отношению к святым вы будете очень часто видеть раб божий раб божий то есть давайте разделим этот вопрос на две составляющие на первой на вербальную программу вторую на смысл который был заложен и положен в в раб божий непосредственно в святом писании в святом писании не имеется ввиду что мы являемся божьими рабами мы являемся с вами благодеятелями божьими то есть раб божий это от слова последователь мы последуем если мы вербально разберем то есть мы как бы находимся подвластным богу я у меня нету внутреннего протеста на раба божьего и в божьем законе в молитвах я не меняю раб божий я говорю раб божий но на сегодняшний день когда пришла эра водолея мы говорим о адаптации а вернее о изменении тех религиозных устоев которые мы с вами имеем давайте разберем что такое религия религия разбирается на два латинских слога религии ос это три коллективное сознание сама по себе религия изначально когда создавалась вот этот канон этот закон этот закон создавался для того чтобы объединить в какую-то единую единую идеологию в единое виденье и для того чтобы можно было управлять большим количеством людей локально было создано огромное количество предубеждений и ограничений потому что сама по себе религия она обозначает ограничения если вы дословно разберете ее это и будут этим ограничением но мы же говорим с вами о приходе нового времени мы сами говорим о приходе новых энергий нового новых вибраций планеты новых вибраций людей потому что на самом деле мы с вами совершенно другие его по-другому чувствуем и по-другому видим по-другому ощущаем мы по-другому начали думать у нас происходит очень серьезная сейчас перепрошивка и когда мы перепрошиваемся вот с в ногу с тем как происходят события раз за разом мы с вами по-другому смотрим мыслим по-другому чувствуем мы понимаем и чувствуем что устои религиозные они на сегодняшний день не являются валидными то есть валидность это насколько сейчас это экспертно и актуально и они действительно невалидным у нас есть очень в религии есть разделение у нас есть разделение хотя фактически все религии я когда смотрел снова 4 основополагающих пантеона религии это иудаизм буддизм мусульманство и христианство было определено что фактически плюс-минус одно и то же просто называют разными словами под разным соусом изменяя общие факты под тот факт который правильно бы воспринимался какой-то национальной группой людей и в энергиях нового времени безусловно правильно было бы дитя божья сын божий дочь божья и на сегодняшний день если вы будете смотреть или читать молитвы пророков старцев провидящих которые пишут молитвы они уже не используют раб божий поэтому если вам комфортно или не резонируют вам говорите раб божий меняйте это на меняйте это на божий сын или божье дитя так как я это делаю я всегда на самом деле произвожу некое изменение когда я читаю молитвы кто был или смотрел мой прямой эфир когда я читал молитвы в начале войны в эфире вы слышали что я меняю слога или по-другому завершаю слова или прямо меняю какие-то соединительные слова то есть фактически пост религиях есть не один пост религия вписал на самом деле есть есть посты я попрошу ассистента чтобы она выставила в stories у нас есть три очень больших прямых эфира вообще о религиозных эгрегорах я эти темы читал публично еще два-три года назад достаточное такое количество времени поэтому поэтому как вам удобно но безусловно в энергиях нового времени если мы люди которые верим в творца внутри себя мы являемся детьми божьими но у меня нет вот то есть у меня например четкого протеста нет но если мы разберем с точки зрения вербальности ну конечно не очень как-то она звучит и не очень воспринимается и даже не совсем как-то чисто энергетически раб божий или дитя божье да где у вас возникает более приятное внутреннее ощущение безусловно на дитя божье но я попытался просто объяснить до разделить разных сторон посмотреть потому что здесь понимаете вообще религия это такая очень интересная вещь очень спорная вещь и и очень важно конечно рассматривать с нескольких сторон и слой за слоем вскрывать один вопрос можно вскрывать очень долго если есть еще вопросы или я могу рассказать что я задумал и где я нахожусь продолжу над тем если есть вопросы вы пишите а я скажу где я нахожусь из турции было принято решение на прошлой неделе в понедельник за два дня было принято решение уехать из турции когда печь лучше куличи куличи лучше печь в четверг или в субботу страстную пятницу лучше не нужно этого делать вы я принял решение что я выезжаю из турции как я уже говорил раньше потому что у меня не было внутренней безопасности и ощущение того что действительно я здесь у меня просто не было до отклика на то чтобы творить и создавать я взял с собой студию звукозаписи я не могу ни одной медитации написать просто не могу даже слова написать в блокноте для медитации ну то есть меня что-то тревожило и я принял решение ехать 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 принял решение ехать я на моделиру в общем-то неделю я ехал через всю европу и до ехал я до португаля так можно найти в церкви если тут только московского патриарху патриархата молдова оленька ольга я вам соответствую на украинскую мову розділення в церкви для мене мало дуже таку важливу и вагому роль в моем житті в 2014 році коли я отримав друге посвячене тому що я двічі посвячувався в христианскому егрегорі і я хочу вам задати питання скажіть будь ласка ви коли йдете в церкву ви йдете до патріарха чи до патріархату що ви йдете до бога якщо у вас є внутрішній поклик на те щоб піти до церкви поставити свічку за рідних та близьких для того щоб побути в енергіях божої благодаті не здивлячись на те який це патріархат то ви маєте йти чому якийсь розділ чому якась там не знаю це не енергетичне розділення а ну це скоріш політичне розділення розділення церквей для церков для мене це політичне розділення чому політичне розділення має впливати на вашу віру в бога на те щоб ви прийшли до храму своєї душі якщо ви будете сприймати це як храм моєї душі якщо ви будете сприймати це як храм бога до якого я приходжу який дуже радий мене бачити плювати який там патріарх править чи який там батюшка чи до якої церкви належить цей храм ну я думаю так буде правильніше але звичайно ви маєте звертати увагу на ваш внутрішній поклик якщо ваш внутрішній поклик протестує до цього до цього відчуваєте що я не можу ні не хочу тоді можливо вам не потрібно взагалі йти до бога просто встаньте на колінах вдома запаліть собі свічку да помоліться і все ну якось так так московський патріархат активно бере участь у війні і сподівають і сповідують її тому і в людей виникає таке питання в Україні затримали багато диверсантів церквах московського патріархату лорії точкам мій я абсолютно розумію про що ви говорите але ми зараз говоримо не про те що відбувається а говоримо про церкву як про божий храм або про храм моєї дочі я абсолютно точно розумію що відбувається я абсолютно точно знаю що відбувається тому що в мене є дуже прямий зв'язок з Печерською лаврою я знаю особисто адміністративного директора Печерської лаври з яким я спілкувався коли я був в Турції тому що в мене були віщі сни стосовно Печерської лаври ці питання абсолютно нормальні і моє бачення цієї ситуації ви вже почули так а можна по-русськи говорить ми з Казахстана по-русськи я буду отвечать на вопрос когда вот если мене задали вопрос на українському не хочеться на українському говорить так доброго вечера додати з вами взаємно Танечка продолжимо і проїхав я в общем-то всю неделю через всю Европу приехал я в Португалию я остановился в городе Порто это город на севере Португалий так я в Лиссабоне была в храме московского патергата где главные молитвы дублировались на украинском и португальском Лерочка напиши нам что это была за церковь ребятам вдруг из Лиссабона кому-то нужно будет так вот так вот когда я приехал в Порту нужно было перемещаться на Модеру и в общем то когда я поехал в компанию экспедиторскую для того чтобы передать мою машину для того чтобы там выяснить как я могу перелететь туда выяснилось что для того чтобы перелететь мне ну мне необходимо там еще порядка полутора тысячу семиста евро ну я понимаю что понял что это абсолютно нецелесообразная трата денег я принял решение что я буду оставаться в Португалийм я начал искать начал искать собственно говоря жилье и сегодня уже стало известно что я нашел дом завтра я подписываю контракт на этот дом это дом 200 квадратов очень большой с хорошей прилегающей территорией где я смогу проводить церемонии гвоздестояния где я смогу принимать гостей этот город где я нахожусь он находится 80 километров от города Порт он будет находится на границе между Испанией и Португалией собственно говоря буду приглашать всех желающих к себе в гости приезжайте останавливайтесь у меня есть отдельная комната для гостей ну и собственно говоря я принял решение что это будет такой сейчас мой маленький ретритный центр где я постараюсь все обустроить в самый короткий строк для того чтобы я мог уже быстро принимать гостей мне должны отправить из Украины посылку с моими гвоздями с моими инструментами которые мне необходимы для работы и собственно говоря будем с вами творить в Португалии поэтому кто есть в Испании кто есть в Португалии пожалуйста please you welcome я вас жду приезжайте в гости ну и буду я базироваться собственно говоря пока что на севере в Португалии Мадейра безусловно зовет безусловно я туда поеду возможно возьму какую-то маленькую группу кто находится в Европе с этой группой поеду на остров и на острове мы поработаем попрактикуем сам город дом который я арендовал арендовал его поочине так буду ехать к вам Рома жду до скорой встречи очень близко кстати от Барселоны до того места что касательно места которое я выбрал я выбрал абсолютно сказочное место возле гор возле возле эвкалиптовых в этих горах эвкалиптовые леса что невероятно мощно мой дом стоит на берегу реки которая граничит со Спанией ну в общем то такое соединение всего что только можно для меня живые птицы зелень и как бы и как бы я понял что да здесь я останусь там есть огонь там есть камин там есть большие большой зал для где я могу принимать людей где я могу читать свои лекции там есть место где я могу разместить гостей с ночевкой и в общем то поэтому я уже надеюсь что когда я приеду или в понедельник или воскресенье я приеду в Пасху я почему-то чувствую что прямо в Пасху я туда перееду вот прям у меня такое ощущение что боженька мне подарок сделает на Пасху и все-таки уже даст мне место за два месяца потому что начиная с 24 февраля дома у меня нет вы знаете дом мой разбомбили в Арпене ну в общем то я немножко такой полубомж поэтому надеюсь что с сентября с воскресенья я уже как бы как-то устаканюсь и собственно говоря смогу смогу быть в том привычном режиме работы который мне привычен на каком языке вы там общаетесь на английском потому что португальского я не знаю на португальском знаю только ола и обригада больше ничего но собственно говоря у нас есть здесь возможность обучается португальскому и мы будем обучаться мы получили документы в португалии я получил медицинскую страховку идентификационный код айди сегодня мы уже открыли банковский счет и собственно говоря уже мы сможем там обучаться на этих курсах португальскому языку комфортно ли мне тут не вижу как вас зовут я пока что не могу то есть энергетически мне стопроцентно здесь комфортно невероятно здесь очень открытые люди улыбчивые я здесь чувствую невероятную поддержку помощь доброту свет и чистоту чего не ощущал в турции это мое личное субъективное мнение только мое внутреннее ощущение никого не хочу обидеть но то что мне там тут комфортно я пока что не могу сказать почему потому что у меня еще здесь нет дома то есть вот я завтра подпишу контракт вот я перееду в свой дом в свою крепость я его почищу я расставлю свечи я курю все полосантой я не знаю у меня там будут мои арома палочки там у меня будут какие-то мои вещи там у меня будут вазочки вот тогда наверное я скажу что да мне будет комфортно по аскезе как смотрите по поводу аскеза вот на этих три дня это то о чем я говорил каждый из вас знает от чего вам необходимо избавиться от чего вам необходимо уйти аскеза это я отказываюсь от того что мне мешает моей жизни вот и определить это для себя что это будет что думаете о нидерландах ничего не думаю о нидерландах ничего не думаю о нидерландах я оль я говорил о турции исключительно от своих ощущений но что интересно когда я уехал из турции и в день когда я въехал в португалию стало известно что турция начала спецоперацию с курдистаном совпадение ли ну не знаю но в общем то я на сегодняшний день уже последних наверное лет пять четыре я не слушаю никого я никогда не обращаю внимание на то что могут обо мне думать как обо мне могут думать я всегда делаю исключительно то что хочется мне и то что я чувствую это то чему собственно говоря я учу своих учеников своих клиентов и то огромное количество людей которые сопутствуют моей жизни на протяжении многих лет если бы я слушал кого-то я бы вообще давным-давно жил бы где-то в другом месте и не занимался тем чем я занимаюсь я ощутил я почувствовал что мне нужно уехать у меня были видения у меня произошла в турции регрессия когда я приехал что произошло я пересекаю границу болгарии турция очень серьезный снег очень тяжелая дорога меня заносит серпантины я въезжаю на границу нас держат на границе я пересекаю границу с турцией а у меня внутренняя тревога то есть мне нету состояние облегчения я приезжаю туда у меня регрессия я в турции никогда в жизни не был то есть вот парадокс я объездил пол мира но я никогда не был в турции я прошел регрессию я понял почему я там не был почему именно от войны я уехал в турцию турция должна была выполнить свою определенную функцию она выполнила функцию все чем не сидит я еду дальше заниматься своими делами вот плюс ко всему этому есть в турции были для меня неприятные определенные аспекты в первую очередь то сложности опять же я чек отклика если что-то тяжело я никогда в это не пойду я не у меня нет седьмых энергии одиннадцатых энергий чтобы преодолевать трудности я не преодолеваю трудности по жизни моей жизни всегда все легко и просто получить вид на жительство там какой-то вообще непонятный цикл нужно пройти снять квартиру совершенно проблематично подняли цены в два в три раза очень большое количество русскоязычных то от чего я хотел уехать наоборот потому что в турцию съехалась вся белоруссия вся россия украина я понял что это то место которое не даст мне покоя покоя моей душе поэтому поэтому я уехал в португалию и я очень благодарен что меня господь бог сюда привез потому что здесь невероятно и здесь есть океан атлантический который мне очень импонирует здесь есть гора а что значит когда у человека украли абсолютно все документы это говорит о том что вам необходимо начать новую жизнь и не обращать внимание на всю ту старую мишуру которая была вашей жизни вообще потери документов это очень такой знаковый момент хлопотный но момент когда я стираю весь прошлый опыт и начинаю новый тогда турция мне перестала нравится прекрасно что и солидарные люди так рома сам собираюсь приехать в лиссабон из испании рома мы тебя ждем в турции сергей петка джи ч роботовый разбир матрицы и рачка конечно делая профессиональный кормолог который не просто разбирает а обучает матрицы конечно я делаю разборы матрицы и что очень интересное еще я хотел добавить я надеюсь меня ассистенты смотрят и пишут себе теперь задачи я принял решение что в португалии я открою оффлайн прием чтобы люди приезжали ко мне прямо на консультации домой в мой дом под вкусный чай с какими-то вкусностями мы будем у меня консультироваться и параллельно еще и практиковать потому что в моем доме есть все инструменты для моей работы потому что я уже так соскучился по родным любимым украинцам что мне хочется прямого контакта хочется прямых практик оффлайн практик поэтому собственно говоря вот и такое решение я принял микусь привет моя дорогая привет моя дорогая мика ньютон вот подключилась приветствуем тебя зайка мика ньютон две недели назад выступала на премии грэмми пела песню на украинском языке в знак поддержки украины никому тебе очень благодарна но я тебя прошу отправить мне эту песню файлом а не ссылка я ее не открыл и не послушал прошу тебя прошу тебя ее может быть если хочешь мика подключись к нам если у тебя есть возможность расскажешь об этом премия грэмми если вы знаете это самая престижная американская музыкальная премия и вот наша украиночка наша гордость наша любимая мика ньютон всеми любимая собственно говоря осветила даже там наше государство это бесценно но все отъезжаю чекаю ирина так еще вопросы будут дорогие так придумала ми не бизнес тут в украине но снова пасую тягну час откладываю чему так и бывает тотально знавира в себя лори точками у меня для вас прям инсайдова відповедь будь ласка зайдите в мой youtube канал знайдите прямый эфир про трансформацію останний ну и там вы зрозумеете чему когда я хочу сделать какой-то какой-то способ когда я хочу прийти до какой-то результат або зменить кардинально свое життя чему происходит процесс то что меня затягивает назад и я не могу начать я не могу да как бы начинается таки регресс в самом прямом эфире я ответил на это вопрос так вы так хорошо говорите по-русски без акцента без акцента это а благодарю так обожаю мику а кто мику не обожает мику обожают все так говорится интересно называла гвозди теперь можно спокойно прилетать дабы в власти анюта с города чернигова супер посмотрите прямой эфир как стоять на гвоздях и становитесь а в киев планируете возвращаться в украину настя конечно планирую квартиру в киеве еще не разбомбили пока еще есть угол куда вернуться поэтому собственно говоря да почему нет это мой родной город я родился в киеве киевлянин четвертом поколении поэтому стопроцентно вернусь если уцелеет моё жилье то вернусь гораздо быстрее если не уцелеет но наверное немножко придется подождать ну или в киеве думаю меня кто-то там примет собственно говоря но как-то так это такая нотка юмора так ребенок который никогда не болел сегодня сильно заболел это маме где-то попадение ребенок связан с мамой ребенок связан с мамой наталья конечно кому как никому кому как не вам знать об этом вы уже профессионали кармолог конечно конечно рис он связан так и acordasa тоже хочу порекомендуйте бюдж Correct changes regress R�ой на вам не потребна regress то же possible от него потребンド б Seiten для того, чтобы от него избавиться, нужно пропортировать одну такую очень интересную вещь, которая называется «фантомная нейронная клетина». Фантомная нейронная клетина, боже, как красиво звучит на украинском языке, впервые это слышу на украинском. Фантомная нейронная клетина – это такой нейрончик, который работает под алгоритмами старых навыков, привычек, реакций, которые были раньше в вашей сведомности. Например, вы все життя делали как-то по одному, и тут вы скажете, мне нужно открыть бизнес, або я хочу изменить свое життя. Вы скажете, все, у меня есть план, я буду зараз это делать, вы начинаете это делать, и как только вы начинаете это делать, в этот момент вы начинаете разрывать старую нейронную клетину и начинаете записывать на вашу нейронную мережу абсолютно новую программу, якою никогда ваш розум не керувался. В цей момент відбувається захисний импульс нашої сведомості – это отображение и открытие нейронной клетины, которая будет нас рефлекторно, безвідомо заставлять делать, думать, действовать так, как мы это делали ранее. Также подивиться эфир про трансформацию, я там все поясню. Если в Пасху ожидается расставание с парнем, это не знак, что нужно отпустить и идти дальше. Ой, ну Светочка, ну я не могу сказать, что это прям такой знак, что нужно расставаться с парнем. Может быть, это знак наоборот, что необходимо проверить свою любовь, насколько чиста моя любовь и чувства по отношению к этому человеку. Каждый будет трактовать для себя знак так, как он хочет. Я для себя трактовал бы этот знак, что наоборот это очень приятный. Слава Богу, мы к вам на гвозди. Настенька, а, в Киеве на гвозди. Очень мне бы хотелось наконец-то в Киеве провести гвозди. О чем говорит сорванный ноготь? На большом пальце, правой ноги. Благодарю. Это говорит о том, что вы невнимательная. Или невнимательная. А где можно будет посмотреть эфир, как он называется? Эфир о трансформации. Так. Прогресс наоборот. Да, Лерочка. Так, я тебя понимаю, люди в моем городе. Герой Чернигов. Да, в Чернигов надо будет как-то заехать. Благодарю, Щеров. Вдячно вам за вид. Поведь, бы глаз, Каруслан. Так, люди, я так с вами украинский язык. Очень красивый язык. Викусь. Кстати, это очень круто. И очень мощно. Вообще, очень такой интересный парадоксальный процесс. Мы русский язык понимаем, а украинский язык русский тяжело понимает. Так, даже представляю тебе квартиру или жилье. Баб, благодарю, Анечка. Благодарю, Сережа. Так, я о том, как было все так. Я о том, что так было все хорошо. Вся в практике. И легкость, и тут болезнь. Значит, время тормознуть. Наташа, а почему вы не воспримете болезнь, как, наоборот, процесс очищения и процесс перестройки физического тела, который будет соответствовать новым вибрациям души? Подумайте об этом. Подумайте об этом. Так, приезжайте в Ирпинь, в Манедим стоить, Мисцея, Лакоста. Мой, мой святой человек. Когда мне пишут о том, что в Ирпине устоял дом, я таки понимаю, что за этим человеком стоит Бог. Поднимите голову и поблагодарите Бога за то, что Бог с вами. Ну, просто у меня кумовья, кумовья из Бучи, у них там есть проблемы с домом. Мой дом разбомбили. То есть, там фактически очень мало осталось уцелевшего в Ирпине, в Буче, в Гастомеле. Прописка у меня сейчас Ирпенская, потому что первая квартира там была куплена. И, ну, если я приеду в Ирпине, я, наверное, к вам отправлю свою маму. Вот, потому что моя мама рвется уже вторую неделю в Ирпень. Скажу, мама, я тебе нашел жилье. Так, я рад, я так рад, там вместе работала на очищение. А, как раз работали на очищение. Ну, вот это, понимаете, процесс очищения. Очень часто мы говорим о том, что очищение, это так здорово, так прекрасно, но мы должны быть готовыми к тому, что процесс очищения может сопровождаться не совсем приятными аспектами, это нормально. Поэтому принимайте это с благодарностью. Так, я молилась по вашим молитвам. Там многоэтажка, там многоэтажка неприватная. Супер. А, это еще многоэтажка. Очень круто. Ну, молитвы такие работают. Ну, я просто, понимаете, я, когда читал свои молитвы, которые я для вас подготовил, я их не читал на свой дом, потому что я там не находился, читал на Украину. Но меня, знаете, точно так же, я же, там, мне когда позвонила мама, маме отправили там видео, фотографии, она начала плакать. Я говорю, мамочка, дорогая, ты что плачешь? Говорю, улыбаться нужно, а не скорбить. И я на самом деле об этом всегда говорю с улыбкой. Так, по сей день читаю ваши молитвы, я с Донецкой области. Настенька, держитесь, пожалуйста. Молитвы читайте, по-другому вам ни в коем случае. Так, если еще есть вопросы, я отвечу. Если нет, отпускайте меня, я пойду кушать. Так. У вас уже 10 вечера. Ого. Так, берегите себя. Так, благо, у вас целый дом отстроится. Пусть воскресенье Бог. Принимаю, благодарю вас взаимно. Так, Бог плевать на тот дом, плевать на тот дом, но он абсолютно не имеет никакого значения. Самое главное, чтобы все были живы и здоровы, это факт. Ну что, мои дорогие, я тогда, я возможно выйду в воскресенье в прямой эфир. Дай Бог, чтобы я уже был в своем доме, который я нашел. И прям жду кулачки, когда в него перееду. Обнимаю вас всем душой, всей душой, всем сердцем. Желаю вам смирения. Желаю вам здравого смысла. Желаю вам любви внутри себя. Желаю вам мирного неба над головой. И желаю, чтобы вы ту любовь, то внутреннее творение, которое в каждом из вас, передавали всем вокруг вас. Сейчас как раз дни для того, чтобы простить, попросить прощения, несмотря ни на что. Поцеловать, обнять, дать тактильной любви, дать внимание, сделать комплимент. Сеять вокруг себя вот такими огромными, огромными жмениями этот позитив и любовь. Рассыпайте это вокруг вас. Это будет прорастать в миллиарды раз больше того, что вы сейчас делаете. Поэтому призываю вас сейчас к добрую свету. С вами был Сережа Скоренко. До скорых встреч. Пока-пока.